ты что делаешь я сейчас помою крылышки высушу и начнем снимать вообще готовят кто-то готовит вот с этой частью но нас есть котята это я котятам отдам нужно отрезать в принципе крылышки до статьи чистенькие если есть какие-то перья нужно убрать и надо помыть всем привет сегодня мы будем готовить куриные крылышки до завтра в общем мы будем готовить куриные крылышки сделать мы это будем как бы ну в два этапа сегодня мы просолим эти крылышки и оставим до завтрашнего обеда крылышки помыть высушить уберите лишние там перья обязательно ни к чему если кто-то не отрезают вот эти штучки не отрезайте оставьте кто любит так ну все крылышки я высушила теперь нам надо смешать соль и сахар надо чтобы фракция сахара и соли в общем-то была одинаковая чтобы не было соли больше сахара меньше то есть должно быть один к одному то есть я беру ложку сахара вот такую и ложку соли они меня одинаковой фракции и перемешиваем но мы грудки то все съели а крылышков он насобирали сколько 700 грамм сегодня приходим магазин они говорят на вот но для вас насобирали крышек все время берете куриную грудку все есть все и теперь каждый кусочек просаливаем соль сахар вернее вот так вот сдавите туда эту соль и сахар значит смотрите здесь у меня 700 грамм примерно крылышек и ушло у меня две ложки соли две ложки сахара хорошо в отрите соль все и накрываем и отправляем в холодильник вот сейчас вечер до вот в обед я буду готовить где-то до часу дня и так мы продолжаем это уже следующий день курица у нас засолилась и выделился сок жидкость эту жидкость нужно слить крылышки нужно обсушить опять чтобы они были сухие и значит что нам понадобится приправы вот все что вы любите орегано сухой чеснок у меня здесь грузинская острая приправа какая-то овощная приправа приправа для курицы красный сладкий перец черный перец еще может быть я несколько сделаю острых там красным жгучим перцем обмажу и любое растительное масло то есть вот приправы размешать добавить сюда примерно две столовые ложки растительного масла масла масло любое оливковое кунжутное очень наверное вкусно будет растительное подсолнечное в общем любое так все перемешиваем я сюда сейчас добавлю красный перец еще и черный перец аккуратненько перемешать плиту уже мы включили на 200 градусов так и берем вот вот что я забыла нужно каждое крылышко опалить если даже нет никаких там волосков пинков просто опалить для того чтобы придать такой вот привкус дыма что ли я не знаю копчености в общем сделайте это сейчас я покажу у нас есть горелка значит вот такая у нас горелка это сейчас можно в общем то купить где где угодно и если что лишь оставит ссылку где мы купили и значит нужно опалить вот готово вот так вот все значит просушили опалили и смазываете прям втираете приправу хорошо прям вот втираете значит стирать тщательно у кого нет вот такой горелки как у нас можете сделать это при помощи газа газовой комфорте если нет газовой комфорте спичками и все и вот так вот укладываем в противень вы можете просто застелить пергаментной бумагой можете силиконовый коврик сделать у меня здесь картофель тыква я все смешала с приправами немножко взбрызнула соусом маслом в общем так рассказывать подробнее не буду потому что и так мне говорят что слишком длинные видео слишком много говорю и вот так вот все крылышки укладываем вот так я уложила то есть все постарайтесь чтобы все как бы на одном уровне чтобы нигде ничего не выпирала если вы оставили вот эти маленькие части то вы их постарайтесь заправить вовнутрь потому что если они будут торчать они от температуры будут вверх смотреть они начнут подгорать и будет этот неприятный привкус ставим в разогретую до 200 градусов духовку я поставлю сейчас на 30 минут вообще готовится примерно от 30 до 45 минут в общем смотрите как ваша там духовка себя будет вести в общем сейчас ставлю на 30 минут температура 230 градусов вот прошло 40 минут вот такие крылышки получились очень аппетитный запах стоит потрясающим сейчас я разрежу покажу что они внутри все приготовились вот такое блюдо получилось приготовьте обязательно это очень вкусно всем приятного аппетита пока пока